Привет всем! Итак, мы уже несколько дней дома и сегодня я хочу сделать видео о том, как мы съездили, рассказать свои впечатления, эмоции, пока всё это свяжу. Мы летали на остров Казумель, который находится на побережье Калибрского моря, и этот остров принадлежит территории Мексики. Мексика для Соединённых Штатов это то же самое, как Турция для России. Это соседняя страна, и эта страна находится просто в божественном месте. Два побережья, это мили и мили бесконечного пляжа, это красивая вода, и туристический бизнес для Мексики это очень большая графа в бюджете. Здесь множество отелей, просто такое количество, что трудно очень сделать выбор, в зависимости от того, что вам нравятся отели по последнему слову, и есть отели, которые более уединённые, но неважно, куда вы поедете, везде это будет кусочек рая. Везде красота, чистота, вас будут кормить, поить, естественно, всё включено в основном в этих отелях. Очень такая хорошая ночная жизнь, будут развлекать вас и ваших детей, многие там виды спорта на воде, на пляже и так далее, и так далее. Очень трудно сделать свой выбор. Любят очень туристов из США, из Канады, потому что их в основном там 90%, и в принципе, знаете, как паспорт-то у всех американский, но понимаете, что вы можете слышать там абсолютно любой язык, потому что США, Канада, это многонациональные страны. Очень интересна ещё эта страна, что они очень такие с ярко выраженной культурой, и очень интересная у них кухня, еда, напитки, в общем-то всё это очень интересно. И всегда интересно посмотреть на людей, как они вообще реагируют на тебя, как они живут, как они обустраивают свой быт, как они ведут дела, бизнес, как они откликаются на их эмоции и так далее, и так далее. Ну, интересно было посмотреть. Почему мы поехали именно на остров, а не поехали на большую землю, где отели, ну, не знаю, несколько раз, конечно же, круче. Дело в том, что есть, ну, как бы, во-первых, мы не спешим, я так думаю, что мы туда тоже доберёмся, но, во-вторых, мы из соображений безопасности как бы всегда исходим. Время такое было напряжённое, знаете, все эти предвыборные вот эти вот дела и так далее, и так далее. Поэтому мы решили, что всё-таки мы поедем на этот маленький островок, где, в общем-то, этот остров можно объехать за 45 минут, он тихий, спокойный, там вы можете ходить между людьми, брать машину, не знаю, быть куда угодно, в магазины, в рестораны, в общем-то, все разговаривают на английском языке практически. То есть это было не проблема. В некоторых отелях на большой земле, там сразу же говорят, что лучше за пределы отеля не выходить, потому что, во-первых, криминал высокий, во-вторых, наркобизнес. Вот, и бывают некоторые такие части страны, где действительно очень опасно, особенно для туристов. Вот, и у них такая, знаете, как бы, все время противоборство между Америкой и Мексикой, кое-какое идёт ещё, натянутые иногда отношения бывают. Вот, значит, что, как мы туда попали, почему именно этот остров? Во-первых, этот остров, я о нём, естественно, не знала, знала мой муж, когда он ещё был у студента, в далёкие годы, они туда студентами ездили, точно так же на джипа гоняли по острову. Но это было сколько лет назад. Он сказал, что с тех пор не особо ничего не изменилось. То есть, понимаете, вот эти все 30, я не знаю, сколько там, 20-30 лет прошли, можно сказать, ну, не сильно большие изменения. Просто он сказал, что порт был меньше, раньше, если там один корабль причалит, круизный лайнер, да, то это было хорошо. Сейчас там стоят одновременно 4-5, каждый день выгружаются люди, много туристов. Ну, конечно же, вот за счёт туристов этот остров и живёт. Поэтому для него это была, знаете, такая, типа, ностальгия, а для меня это было всегда интересно. Мне всегда интересно посмотреть на другие страны, на других людей, на другую культуру, было очень интересно. И плюс, естественно, вода. Там, где есть море, там, где есть океан, мне, собственно, ничего не нужно. Это единственная стихия, с которой я общаюсь молча. Просто слушать и просто смотреть. До сих пор я ещё под впечатлением, я, знаете, у меня как будто картинка в голове, до сих пор я ещё там, сны мне снятся, я ещё там. Но это будет некоторое время, пока не выйдешь на работу. Вот, бронировала я эту поездку дважды. Первый раз мы забронировали через Travelacity. И по этому поводу я рассказывала в видео, было, что мы отменили поездку, потому что, ну, по семейным обстоятельствам мы её отменили. И хорошая новость. Буквально вот мы приехали домой, и мы получили конверты, где, я говорила, что у нас есть страховка, мы страховали свою поездку, потому что, когда мы эту поездку бронировали, мы тогда уже были не уверены о том, что мы поедем, потому что всякое может случиться. И оно действительно случилось, и нам пришлось её отменить. И у нас была очень маленькая надежда на страховую компанию, что они действительно нам выплатят деньги. И вы прикиньте, это случилось, и это произошло. В общем-то, они нам прислали два чека, на моё имя и на имя мужа. Пополам разделили, ну, в общем-то, нам какая разница, мы всё равно у нас всё вместе. Потому что первоначально нам вернули только 700 долларов за отель. А вот всё остальное, все наши, ещё там, короче, было ещё около двух с чем-то тысяч. В общем-то, хочу вам сказать, что поездка, в принципе, нужно рассчитывать на 3 тысячи. Если вы едете где-то на 3-4 дня, этого будет 3 тысячи вместе с авиабилетами. Ну, это смотря с какой точки США вы летите. Второй раз я резервировала поездку уже буквально за последние дни. Вот, знаете, когда прыгаешь в последний вагон. Вот так вот и было. Последний момент буквально. Через cheapcaribian.com Этот сайт мне нравится тем, что там собраны все отели именно Карибского бассейна, где можно посмотреть, повыбирать, почитать всю информацию об отеле. Для меня лично очень всегда важная информация. Находится ли этот отель на самом берегу или он где-то в глубине. Как далеко он от города, как далеко от аэропорта. Вообще, что этот отель имеет, сколько там бассейна и так далее. То есть всегда должна быть альтернатива какая-то. И самое главное, это почитать отзывы людей, настоящих. Дело в том, что этот сайт, где не может оставить каждый, кому не лень, отзыв, оставляет только тот человек, который забронировал место, у которого есть, так сказать, номер, свой ID. Вот. И поэтому мы это место выбрали. Это был отель специальный для взрослых, ни детей, ни животных там нет. Там все, в общем-то, только парами. И было тихо, спокойно. Меня спрашивали, почему люди не так много купаются в воде. Я бы не сказала, что совершенно не купаются. Там просто все распределены на территории. Было 5 бассейнов плюс ленивая река. Понимаете, в двух местах ленивая река и 5 бассейнов. И люди все распределены по, не знаю, по зонам. Кто-то целый день зависает в этом бассейне и в баре. Кто-то погружается или уезжает в море на целый день. Кто-то, ну почему так? Кто-то, как я, например, пока я еще здесь, немножечко пошла туда-сюда, вот так, вот знаете, такие мелкие передвижения. Но вот так, толпы нет. Толпы нет. Вот этим, конечно, такие места и привлекают. Не нужно тебе с утра, когда ты идешь на завтрак, судорожно кидать полотенце, чтобы место твое не заняли. Тебе не надо об этом волноваться, потому что ты спокойно сделаешь свои дела, придешь, переоденешься, пойдешь во столько, во сколько ты хочешь, и всегда будет свободное место для тебя. То есть переживать здесь не о чем совершенно. Вот другой еще такой момент по поводу вот этих всех теплых стран. Это часто я слышу здесь люди, которые здесь живут, что когда выхожу на пенсию, нужно думать о теплых краях. То есть переезжают в какие-нибудь вот такие страны третьего мира. Но вы понимаете, что и Мексика, кстати, у некоторых тоже в списке. У нас такой вопрос не стоит. Меня как-то там муж такую тему поднимал, на что я сказала, что у нас с ним разница в возрасте. Понимаете, мы не однокодки. То есть если он вот уже готов переехать, то я нет. Потому что провести весь остаток жизни своей где-то в таком месте, знаете, где пальмы и пляж, и твое бунгало, или твой даже двор, ну как-то не очень хочется. Я чувствую еще все силы, мне хочется работать. И плюс второе, и очень такое самое главное важное. Когда ты привыкаешь к цивилизованной стране, то очень трудно переехать в страну третьего мира. И здесь даже не потому, как все устроено, да, конечно же, вот многие вещи ты теряешь, которым ты привык. Но это же самое простое, с чего начать, это вода. Вот эти страны, в которых мы были, вот везде вода это номер один опасность. Ее нельзя пить из-под крана. Ей нельзя даже чистить зубы некоторых там, допустим, на Ямайке, да. Она имеет запах. В Мексике я такого не заметила. Я заметила, что вода очень чистая, без запаха, но пить ее нельзя. Это об этом везде предупреждение. Потом, в медицинское обслуживание. Ведь когда вы выходите на пенсию, это значит, что по определению вы уже не так молоды, да. Это значит, что вам медицинская помощь может понадобиться в любой момент. Но в этих странах, пусть она дешевле, да, она дешевая, медицинская помощь, но будет ли она того уровня, который она вам нужна. То есть это такой тоже момент, о котором нужно будет подумать. В-третьих, вот в этих странах везде криминал. Вы знаете, вы когда путешествуете, вы обращаете внимание на дома, как люди живут. Я всегда обращаю внимание, какой высоты забор, а как он вообще, из чего он состоит. А окна у них, на окнах решетки. Вы захотите жить в такой стране, где очень опасно. Не знаю, мне бы так не хотелось бы. Поэтому, вы знаете, многие такие вещи останавливают. Есть, конечно же, острова, как Вирджин Айленд, которые приезжают к территории США, где можно тоже отсесть на пенсии. Но это должна быть, жизнь посвящена хорошей работе и хорошим зарплатам, чтобы такое себе можно было позволить. Потому что там и сам дом будет стоить дорого, и жизнь будет не намного дешевле. Единственное, только будет, конечно же, эта жизнь в тропическом рае. Но какие лично мои впечатления от этого места? Рекомендую я туда поехать или нет? Я считаю, что если вы хотите посетить абсолютно новое место, почему нет? Не обязательно ехать именно в этот отель. Но там есть много разных отелей, там просто целое побережье. Но мне понравилось из тех моментов, которые лично для меня важны. Я человек простой, мне очень легко удивить. И, в общем-то, поразить то же самое. Знаете, как бы очень легко. Значит, мне самое главное, это обязательно должно быть открытое море. Я не люблю бухты. Вот если на Ямальке мы попали в бухту, мне это не очень нравилось. Дальше должен быть бесконечный пляж. Пляж должен быть, а тем более здесь это остров, можно идти по кругу. Нет, ну по кругу совсем не получится, потому что есть территория острова, которая полностью вообще еще туда не ступала даже нога человека. Там лагуна и там, скорее всего, крокодилы и тому подобное. Но, скажем так, побережье это 95% этого острова. То есть бесконечно можно идти, идти, пока не устанешь. И сама место, территория, воздух мне очень понравился. Сама комната мне тоже понравилась. Ресторан мне понравился. Единственное только что, вот наше такое личное недопонимание, это то, что у них открыто, как бы, они предлагают сервис для рождественских дней. Но как такового сервиса на рождественские дни там ничего не было, никакой особой программы. Был Christmas Eve, это, значит, вечер перед Рождеством. А само Рождество было тихо, глухо, как в танке. И муж у меня, как он, настоящий американец, он был недоволен. Он сказал, что раз вы продаете пакет, значит, вы должны предоставить сервис. В общем, такая простая формула. В следующий раз, естественно, мы постараемся уже на Рождество или на Новый год не ехать, а оставаться все-таки дома. Потому что чувствуется, что как будто этот праздник у тебя пропущен. Вот сейчас мы не почувствовали Рождество совершенно в этом году. Какое-то рождественское такое волшебство, оно там совершенно не чувствуется. Можно там плясать, можно ловить фан сколько угодно, но это не рождественский фан. Вот так вот мы решили. Вот, поедем мы туда еще раз. Я не думаю, что мы поедем. Это не потому, что там плохое место, а потому, что столько мест, которых нужно посетить. Но всегда особенно радуемся, когда возвращаемся домой. Значит, в этот раз я уже ехала по американскому паспорту. То есть первый раз я пересекала границу, вот уже имея этот паспорт. Конечно, разница большая. Потому что даже в прошлом году, когда мы возвращались с Ямайки, это было, в общем-то, nightmare, как получается. Потому что, когда вы заезжаете на территорию страны, граждане США идут в одну очередь, а все остальные идут в другую очередь. Обычно это другая очередь, она очень длинная. Нужно заполнять иммиграционную форму, нужно выставить, нужно сдавать отпечатки пальцев, которые я всегда сдаю по 10 раз. Вот, и получалось так, что муж у меня прошел, как бы, уже паспортный контроль. А мой контроль длился, я не знаю, практически вечно. В этот раз, конечно, было все намного проще. Во-первых, мы вдвоем, муж вообще-то руководит, я присматриваю. И мы проходим через автоматы, никакую форму заполнять не надо. Там стоят такие автоматы, где вы сканируете свой паспорт. Не знаю, на какие-то кнопочки я ему нажал, с фотографией сделал, и все. И ты проходишь на этом весь паспортный контроль. Таможенный контроль уже было другое. Но было все гораздо-гораздо лучше. И мы, естественно, как обычно, чувствуем себя гораздо спокойнее, комфортнее и безопаснее, когда наша нога ступает уже на территорию Соединенных Штатов. Вот так получается. Потому что как-то здесь все спокойнее, и как-то все узнаешь, чтобы мы больше под контролем. Все. Ну, в общем-то, вот такие вот у нас впечатления. Всем удачи, увидимся. Пока-пока.